Всем привет! Сегодня 6 декабря, а у меня уже новогоднее настроение, и не только потому, что я получила подарки, подарки на Новый год, но самое главное, я вчера получила общение, общение с человеком, который мне очень-очень дорог, которого я люблю всем сердцем, и не только я, но вся наша семья. Это моя Зоенька, и вчера мы были в Москве, ездили с дочкой на конкурс. Зоенька Она смогла тоже приехать, чтобы повидаться с нами, а ехать ей было очень далеко. Вы знаете, Москва огромная, и иногда доехать с одного конца Москвы на другой примерно столько же, если не дальше, чем из Серпухова до Москвы. Но она смогла. Она приехала, чтобы поздравить нас с Полинкой, и у меня просто вот даже нет тех слов благодарности, которые бы я могла ей выразить. До чего же это добрейшей души человек? Какая она тёплая, какая она душевная. Вот её хочется обнимать, целовать, держать за руку и не отпускать ни на секундочку. Но, к сожалению, у нас было всего два часа, потому что добираться ей обратно тоже было очень далеко. Вот. Но всё равно эти два часа пролетели как две минутки. И вот осталось на память о нашей встрече вот такие подарки. Такие сладкие, вкусные подарки. Яблочки. Это яблоки из её сада. До сих пор, в декабре месяце, они сохранились. Посмотрите, какие красивые и очень-очень вкусные совушки. Вот такие брелки для нас с Полинкой. Конечно, для сада обязательно Зоенька что-нибудь доположит. Вот такие бирочки. Сказала не увлекаться сладким, так как я опять на правильном питании. Но для праздничного стола оставлю для украшения. Очень Рафаэлла подходит. Ну и вообще побаловаться одной штучкой на Новый год вполне можно. И как всегда Зоенька помнит, что я люблю вот такие жестяные баночки. А вот такая новогодняя, очень красивая, со снегурочкой. А внутри печенье. Мы, правда, ещё не открывали, но я почитала. Там печенье. А ещё Зоенька знает, что я долгое время жила в Узбекистане. И халва там считается одним из лучших угощений. И вот она прислала для нашей семьи халву с арахисом. Очень, кстати, вкусная халва. Каркунов конфеты. Это для Полинки. Она у нас любительница Каркунова. Но как же мне понравились слова, которые написаны на этой коробке. Тому, кто важен. Спасибо, Зоенька. Спасибо огромное. Спасибо за твои пожелания, которые написаны в этой открытке. А ещё там... Но, пожалуй, об этом я не буду говорить. Пусть это останется моим маленьким секретом. Спасибо тебе огромное, Зоенька, за то, что ты вот так по-доброму относишься к нашей семье. Каждую минуту, каждый наш разговор я чувствую огромную любовь с твоей стороны. Вот, правда, не дружбу, не хорошее отношение, а именно вот любовь. Как к близкому, какому-то очень родному человеку. Хотя мы познакомились только тогда, когда у меня появился канал. Ну, вот так, значит, бывает в жизни, что люди по интернету находят свои родные души. Это здорово. Спасибо тебе, что ты есть у меня. Спасибо, что ты вот так по-доброму относишься ко всей моей семье. Надеюсь, и наш подарок тебе понравится. Кстати, этот подарок купил мой муж. Я очень хотела эту вещь, просила у него, чтобы он нашел и подарил мне ее. Но когда он приехал и привез две штуки, я была, честно говоря, в шоке. И сказала, что мне так много не надо. Я, конечно, очень хотела, но так много мне не надо. Он говорит, а это не тебе. Вернее, одна тебе, а вторая для Зоеньки. Зоенька, пользуйся с удовольствием. И мы очень надеемся, что наш подарок станет для тебя хорошим, добрым помощником. В нашем чудесном деле создавать красоту в наших садах. Для всех своих зрителей я хочу поздравить с наступающим праздником. Чудесным, волшебным праздником Новый год. Пусть в вашей жизни все будет изменяться только к лучшему. Радуйте себя и своих близких. Создавайте себе праздник. И, конечно, главное, чтобы в наших домах был мир. Мир ваши дома. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok